Донбасс В Сватово продолжают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, возникшей на складе боеприпасов Война и опять своим гнусным грязным крылом зацепила и нас, накрыла сватовчан Поможет ли открытие пропускного пункта в Курахово уменьшить очереди на блокпостах? Напутственное слово донецкого губернатора после местных выборов Меньше заниматься политикой, а больше заниматься канализацией, водой, гоном и теплом Какие еще советы дал мэром городов Донецкой области губернатор Павел Жибривский в нашем сегодняшнем выпуске? 29 октября на военном складе в Сватово возник пожар Там в общей сложности находилось около 3,5 тысяч тонн различных боеприпасов Изначально было достоверно известно о гибели одного военнослужащего и в местной жительнице и ранений еще 8 человек 2 ноября в Сватово были найдены тела еще двух военных погибших в результате пожара Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации получил от местного населения 192 заявки по обнаружению взрывоопасных предметов 30 октября распоряжением губернатора Георгия Туки из областного бюджета было выделено 10 миллионов гривен для ликвидации последствий произошедшего и предоставления материальной помощи пострадавшим Позже к этой сумме добавили еще 4 миллиона гривен Душа разорвана у каждого сватовчанина, который любит мир и который все делал для мира Ну вот случилась трагедия, война и опять своим гнусным грязным крылом зацепила и нас, накрыла сватовчан Ну вот так получилось, мы все думали о том, что мы все сделали для мира И думали, что по Минским соглашениям все, будут боеприпасы, техника отводиться И слава богу, что она не была использована там Ну вот так у нас случается Жертвы, статистика та же Два летальники схода, один военнослужащий, одна сватовчанка, гражданка Сватова На сегодняшний день данные следующие 8 ранены Три элемента, которые пострадали более другого Это кровля, окна, двери Школа очень пострадала В первую очередь, практически все векна выбиты Зруйнованы двери Дуже пострадала наша спортивная зала, потому что векна, как с одного боку, так и с другого боку Те же зруйнованы, которые не подлагают реставрации Так же пострадали двери и наш компьютерный клас Десять мониторий было разбито Открытие контрольно-пропускного пункта в Новотроицком значительно упростило пересечение линии разграничения Такое мнение выразил начальник Донецкого пограничного отряда Олег Бурда на пресс-конференции в Мариуполе Мы открыли и впроводили в дию контрольный пункт въезда-въезда в Новотроицком Чем мы увеличили и створили нормальные условия для людей, которые притинают на данном направлении Волноваха, Донецк То есть инфраструктура позволяет совершить пропуск проектно Мы рассчитывали на 7 тысяч человек и около 3 тысяч транспортных средств Но практика показывает, что за неделю персонал прикордонного загона может оформлять до 9 тысяч человек и соответственно до 4-5 тысяч транспортных средств Из 5 КПВВ, которые должны действовать на территории, сейчас функционируют 3 из них 2 на территории Донецкого прикордонного загона Третий – это Зайцево, другой сектор Вот вам ответ на это вопрос, что, безусловно, люди, потек и движение не уменьшаются, он увеличивается Поэтому такое навантажение на эти контрольные пункты въезда и сейчас существует До речи, впливает и загальная ситуация, и обстановка в регионах Перш за все, спрощена форма отримания перепусток То есть, человек может замовить перепусток, так называемый электронный перепусток Плюс, сейчас вы чувствуете, ну и спосерегаете питание отримания социальных послуг Безусловно, те люди, которые проживают на пока не контролированной территории, все эти питания решают на территории Украины В продолжение темы 3 ноября после длительного перерыва в работе Вновь открылся контрольно-пропускной пункт Георгиевка в районе Курахова Он был закрыт в результате попытки боевиков взять штурмом Маринку 5 месяцев назад, 3 июня Шановные друзья, начнем работу, чтобы у нас было меньше черг в Зайцево, Новотроицькому Я желаю вам, чтобы эта служба не была легкой, она легкой навряд ли будет Но чтобы она была, главное, безопасной И чтобы, на самом деле, нареканий на службу тут не было Чтобы не рассказывали, что тут какие-то непотребные вещи делают И чтобы, на самом деле, держава вам благодарна за вашу непросту и нелегкую службу До работы Задача – ритмичность пропускных операций, комфортные условия для граждан И главное – побори, сдирничество, табу и заборона Коменданты прикордонной комендатуры до выполнения заданий приступите Резь, трунко, право, ручь Пропускна спроможность, мы плануем и проектно, у нас до 3000 осіб и до 1500 транспортных средств Но не отключается, потому что потоки из Новотроицкого, Зайцева В связи с сокращением, так сказать, отстани для перетину Линии размеживания Ци потоки будут направлены как раз на этот направление Потому что Курахово – Донецк, самая ближняя дорога и отстань до Донецка Да, здесь, да, первый раз Ну, как удобно Хорошо Легче вам здесь проезжать, да? Ну, конечно, здесь намного легче Здесь намного легче А до этого как? До этого 15 часов назад цело Очень тяжело Насправді немає потреби тут в логістичному центрі Ми сьогодні не бачимо такої напруженості на логістичних центрах, що там дуже багато людей Але свою функцію вони виконують ці логістичні центри Тобто, насправді, це не бізнес, сказати, що там заробляють люди великі гроші не можна Але відкриття таких логістичних центрів спричинило А, суттєве зменшення цін на території тимчасово окуповані І як загроза, а в принципі того, що ми ще спустимо ціни, є для них І фактично вони не обдирають так звана влада, так званої ДНР Людей, які вимушено виявилися за ручниками на тимчасово окупованій території Жителі поселка Широкино, несмотря на прекращення огня, не можуть даже временно вернуться в свої доми із-за неразорвавшихся боеприпасів Як довго буде продовжуватися разминировання території населенного пункта Руководство сектора М пока сказати не готово Можете ли вы более детально осветити ход в настоящее время разминированного Широкино? Установки в видеонаблюдения обещанного? І вообще, я дуже слабо, иногда противоречиво в пресі освіщається ход разминированного Широкино Це один із головних запросів, ви понимаєте, без яких далі не зайдете, правильно? Хто може більш конкретно сказати о сколь разминированного Широкино? Расминировання йдет в плановому порядку Та, як хотілося б, щоб быстріше шло, а оно быстріше йти не буде На першому місці – безопасність Безопасність і ще раз безопасність В тому числе і людей, які займаються разминированням Бістріше, як би нам хотілося, як вам, так і нам, ано не буде За видеокамері я вам нічого сказати не можу, за разминировання можу Ну, конкретно отвечають інженерні подразделення сектора Ідет проверка містності, де обнаруживаються боєприпаси Ідет или їх вивоз, или подрыв на місці Це робота, ну, не одного дня, це серйозна робота І, як я говорив, на першому місці всегда була, є і буде безопасність А почему? А почему? Поэтому, як люди просять, що скажіть, коли це буде сегодня, завтра Ну, не можу я такого сказати Ну, то есть, даже примерно в сроках Ну, нужно проверять все території Из всіх городів Донецької області, тільки в Краматорскі Состоїться 2-й тур выборов мэра Там ні один із претендентів не набрал необходимого для победы в 1-м туре Количество голосів За пост городського голови 15 ноября посоревнується самовыдвиженец Андрей Панков, набравший в 1-м туре 48% голосів І народний депутат України від фракції Блок Петра Порошенка Самовыдвиженец Максим Ефимов, який занял 2-е місце Председатель Донецької областної военно-гражданської администрації Павел Жибрівський Рассказав журналистам общественного телевидения Донбасса О том, як він буде вистраювати взаємоотношення з новоизбранними мэрами На сьогоднішній день власне у нас немає там любимчиків, нелюбимчиків Тобто якщо вони будуть в принципі ставати в позу То нічого хорошого не буде для міста і для жителів Тої території, яку обрали собі на голову таку людину Якщо ця людина буде працювати на користь міста На користь менше займатися політикою А більше займатися каналізацією, водогоном і теплом Ну, безумовно, це жителі території Донецької області Яку мене президент призначив керувати Зрозуміло, що вони поза межами моєї уваги не залишаться Я більше скажу, незалежно від діяльності мэра Жителі міст будуть підписані увагою Донецької військово-цівіної адміністрації В Славянські почався суд по кровавому ДТП С участием міліціонера Досудове розслідування встановлено, що 1 серпня 2015 року Повиздне о 19 годині 45-го до Паласюк Робувачі в стані ухвалів на стаді Кривючі технічні справи автомобілом Тарита Прада Бістив виїзд на зустрічну сумову автодорога Дебраєн, будинку номер 37 А по вулиці Леніна Солянського району Донецької області Скворюв зіплення за автомобілом Шкода Октавіа Ви викликав, що в пункт вищої допомоги Ви повідомили про дорожні транспортні події органів міліції Та в тих місцях події Ви працювали чи проходили службу де-небудь? Робу за старшим участком Славянського району Вам повідомлено про відозру в тому, що ви чинили кримінальну пропозицію Передбаченою частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України АСА При оболошених прокурором обставинах Скворили порушення правил безпеки дорожнього руху Будучи особою, яка керує транспортним засобом Що спричинила загибель кількох осіб Крім того, вам повідомлено про бідозру У вчиненні кримінального пропорушення Передбаченою частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України АСА При визначенніх прокурором обставинах Завідомо залишення без допомоги особи Яка перебуває в небезпечному для житті стані І позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження Внаслідок безпорадного стану Якщо той, хто залишив без допомоги Мав змогу надати їй допомогу А також коли він сам постав потепіла в небезпечний для життя стан Чи ви знаєте ви себе винним у схойні цього кримінального пропорушення? А саме за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України Я зробив все, щоб зберігати дане зберігання Я не мав технічної можливості його зберігати Мені стаж вваження 12 років Я давав правонарушення, коли мене не було Зараз стисло ваше відношення Пояснення буде трохи далі Ви себе винним у схойні саме цього кримінального пропорушення За частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України Ви знаєте чи ні? Ні Я являюсь потерпевшей по следствію по ДТП Совершенним понасюком Павлом Павловичем В результате которого погибли мои родители Корнилов Юрий Георгиевич Моя мама Корнилова Наталья Николаевна Мой племянник 10-летний Аникин Дмитрий Андреевич Те для мене приоритети Это Чтобы он Понес высшую меру наказання Предположенную по статье Но просто Как бы Посоветовавшись адвокатам И Сумма материального ушерба На данный момент была оценена 600 с чем-то тысяч гривень И сумма Нематериального Адвоката Как бы мы оценили 500 тысяч гривень Вы сами понимаете Что это Как бы Не является Ну Во-первых Это невозможно оценить Потому что Ну Невозможно это Ни какими деньгами То, что произошло Изменить А второе Для меня это не в приоритете Мой ребенок 10-ти лет Погиб Пробув до этого Две недели в коме В тяжелом состоянии Он не приходил В сознание Свекровь Вроде бы Приходила в сознание Но Все равно Все закончилось 24 августа Она тоже Скончалась А свекровь погиб На месте Врачи вообще Ничего нам не говорили Ждали нейрохирурга Скроматорска Потом Приехал Нейрохирург И я находилась Под реанимацией И Я услышала Звук То есть я поняла По звуку Что это Сработала аппаратура Что у кого-то из них Остановилось сердце Потом Мне сказали Что моего ребенка Останавливало сердце Была клиническая Смерть 10 минут Потом я разговаривала С доктором Который оперировал Нейрохирург Он сказал Что очень сильный Был удар И При трепанации Мозг у ребенка Был синий Но я как мать Все равно Надеялась Все эти две недели Ежесекундно Мы находились В больнице Мы там Ночевали Мы вообще Никуда не уходили Из больницы Ну это Две недели Ужаса И молитвы Второе Судебное заседание По данному делу Состоялось 5 ноября Но большая часть Свидетелей обвинения Не прибыли Для дачи показаний В Славянске Состоялось Второе заседание Суда по резонансному ДТП С участием Милиционера Из шести свидетелей Со стороны обвинения Пришел Только один Но его рассказ О трагедии Мы не смогли Записать на видео Адвокаты Подсудимого Попросили судью Елену Нежинцеву Запретить съемку Свидетель не может Находиться в зале Судебного заседания До того времени Как он Не допрошен И у нас получится Что да Он в зале Судебного заседания Не находится Но в то же время Он находится Заочно В зале Судебного заседания Он может просматривать Видеозапись И изучать Те доказательства Которые следуют Судом В частности Показания Скажем Других свидетелей Судебного заседания Судебного По Неопереду Препините проведение видеозаписов во время допыта свидетелей обвинения в зале суду по этой криминальной справке. Поэтому для выполнения заявления судов, которая сейчас оглашена, будь ласка, засобу массовой информации, принимайте заходы на ее выполнение. Следующее судебное заседание состоится 10 ноября. В Константиновке со скандалом переименовывали улицы. Власти в рамках декоммунизации не учли мнение общественности по данному вопросу. В Константиновке одними из первых в области переименовали улицы в рамках декоммунизации. Очевидно, это связано с отсутствием местных выборов, на подготовку которых не пришлось тратить время и усилия. Однако без скандалов не обошлось и начались они на сессии, которая принимала соответствующие решения. Прошу принять решение о переименовании кинотеатра имени Ленина к кинотеатру. Вулиця Пархоменко, вулиця Радужна. Представители проукраинских организаций возмущены тем, что в окончательном варианте решения сессии Горсовета не были учтены предложения по присвоению улицам имен известных украинских правозащитников, писателей и поэтов, которые имеют отношение к Константиновке. Мы предлагали улицу Сосюры, Стуса, Сковороды. Эти люди связаны с нашим краем. Они были и в Константиновке, и Сосюра был в Константиновке. И Стус, здесь очень многие люди в нашем крае были, и Сковорода, у него в дневниках это написано. Это не случайно, мы давали объяснение, это все понятно. Нет, фантастика. Эти улицы назвали какими-то, вместо Стуса назвали спортивную. Другие же местные историки и краеведы в вопросе переименования улиц занимают более примирительную позицию. Я считаю, что если уж переименовывать, то это должны быть какие-то нейтральные названия. Либо вернуться к историческим названиям, которые были до-до-до-до-до, при бельгийцах. Вот против бельгийцев никто ничего не имеет, я так думаю. Либо это должны быть названия, несущие в себе какой-то позитив. Вот я живу на улице Октябрьской. В нашем районе на Октябрьской огромное количество абрикосовых деревьев. Ну почему ее не назвать абрикосовой? Сами же горожане поделились на тех, кто выступает за переименование отдельных улиц и против любого переименования в принципе. Калинина улица, ее назвали европейская. Отлично. Чем? Чем это отлично? Ну, я не хочу быть заполитизированным. Но здесь Калинин староста. Решевшер сначала было, да? Ну, короче, это товарищ, который внес, был причастен в семятице. Есть некоторые улицы, которые можно и переименовать. Например, Дзержинская там. Это все история, понимаете? Сначала нужно историю изучить, ну а потом как-то уже и переименовать. Мы старики и так плохо запоминаем. Не надо снимать. Вопрос же о замене табличек с новыми названиями у Константиновки еще не поднимали. 5 ноября в Мариуполе стартовал набор в новую патрульную полицию. То есть, с чем вот принято вам такое решение пойти в новую полицию? Ну, я много смотрел репортажей из Киева о их работе. Интересно, просто я раньше работал в охранной структуре, начальником охраны был. И мне как бы это близко. И решил что-то изменить. Даже в Мариуполе, смотря на нашу, ну, ГАИ, которая была раньше. Сейчас реформируется оно. Ну, соответственно, как бы улучшить что-то в работе, возможно. А какой, считаете, какой этап отбора будет для вас самым сложным? Даже еще не знаю. Но думаю, что все получится. Ну, пока на этом этапе все получается? Ну, пока да. Конечно. Будем надеяться на лучшее. При наборе никаких дополнительных требований, чем было ранее, нет. Есть и будут требования при подготовке. Она будет длиться дольше и будет более интенсивная и более усиленная. И это уже не сколько требований, сколько если человек проходит это обучение, он появляется на улицах. Не проходит, он не проходит. А что будет, чем будет дополнено это обучение по сравнению с другими городами? Смотрите, это будет решать уже департамент при приеме технических обучения на учебной базе. Я допускаю, что все, что связано с их будущей работой и будет влиять на их подготовку. То есть готовность к тому, что в этом регионе больше оружия, готовность к тому, что криминогенная ситуация специфическая, она не такая, как во всей стране. Близость фронта и готовность людей применять оружие, она более повышенная. Все это, очевидно, будет учитываться при их подготовке. Да, спасибо. Скажите, а почему вот такое решение? Это вообще была моя, вообще с детства мечта. То есть я мечтала не только о полиции, изначально мечтала о милиции. Но потом, когда я узнала, что будет у нас полиция, это вообще что-то с чем-то. Поэтому я сразу же собралась и... А как вы, чем вы до этого занимались? Я работала водителем, работала ревизором. Вот, то есть различные профессии, но как бы к душе всегда полиция была. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, что будет самым сложным? Какой этап, вот... Я думаю, будет самым сложным этап подготовки, то есть это тренировки, обучение. Это будет, наверное, самое сложное, чтобы потом с силами бороться. Ну, вы с полной уверенностью, что вы... Конечно, конечно. Без сомнений. Желаю вам удачи. Спасибо большое, спасибо. А почему такое решение? Вы приняли в полицию пойти? Очень престижная работа, хорошая. Хочется сделать что-то для своего родного города, в котором мы учились, выросли. А чем вы до этого занимались? Ну, у меня экономическое образование, я работала по специальности и нет. Что именно в работе полиции вы хотели бы поменять, вообще этой структуры? Ну, очень бы хотелось изменить вообще отношение к полиции, людей в общем. В частности, в нашем городе, чтобы было больше доверия к полиции, чтобы люди чаще обращались за помощью. Вот в этом плане хотелось бы поработать. Жители микрорайона Артема, города Славянска, на обычную комнатную антенну принимают телевизионный сигнал из оккупированного Донецка. Это один плюс один. Да, идет плохо, где-то с Константином, скорее всего, идет. Это не наше, Паша. Вот наша станция, допустим. Вот, это славянская, крещетка идет. Ну, это с Карочина, соответственно. И все же учнив не залишало почуття гумору и веры. А вот один плюс один. Ну, она с Константин, Паша, оттуда слабенько идет. А вот с Донецкой, передача. Что на Артема живет, все будут смотреть. Абсолютно. Потом Артема, потом этот самый, как его, химик. Идут и украинские каналы, но в очень плохом качестве. По словам телезрителей, такая ситуация длится уже около года. 31 октября в Славянске в рамках чемпионата Донецкой области по плаванию соревновались спортсмены с ограниченными физическими возможностями. В заплывах участвовал 31 пловец из Славянска, Красноармейска, Солидара и Мариуполя. Большинство призовых мест заняла команда из Славянска. Впереди чемпионат Украины и мировые первенства. Мы потеряли своих соперников. Многие остались, ну, скажем так, сейчас за границей. Донецк, Макеевка сейчас для нас за границей. И поэтому конкуренция упала, скажем так. И численность людей уменьшилась. И, соответственно, конкуренции нет. Наши воспитанники тоже сейчас уже представляют цвета России, к сожалению. Вот. И, ну, скажем так, и медальную копилку пополняют очень неплохо, скажем так. Ну, обидно, жалко, конечно. А как так получилось? Почему они выступают за Российскую Федерацию? Ну, разделились интересы, разделились мнения. То есть это в связи с событиями 2014 года? Да. То есть как, люди просто уехали туда? Да, люди уехали на постоянное место жительства. У нас много детей мы потеряли перспективных. По инваспорту у нас очень много было. Многие разъехались и по Украине, но многие уехали в Россию. Это была программа «Неделя Донбасса». Чтобы оперативно узнавать самые свежие новости, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Также находите странички наших изданий в социальных сетях и следите за нашими прямыми эфирами. С вами была Юлия Диденко. Прощаемся до следующей недели. До свидания. Всего вам доброго. Сегодня Донбасс переживает не самые простые времена своей истории. Люди на оккупированных территориях практически полностью отрезаны от того потока информации, который идет из Украины. Общественное телевидение Донбасса. Это новый продукт, который мы с группой моих коллег-журналистов из Донбасса, из Луганской и Донецкой областей запустили. С одной единственной целью – передавать вам все то, что происходит в действительности в нашем родном регионе. Донбасса верит, что то, что мы делаем, сможет как-то наладить, может быть, диалог между людьми. Есть что-то, чем мы можем помочь. Это способ достучаться до людей, до личности, до каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова